У нас в гостях красноярские кадеты. Сейчас это предмет особой гордости и пример для подражания. Расскажем сейчас, почему ансамбль «Честь и слава Красноярия» задумал выступить в Кремле и выступил, осуществил свою мечту. И сейчас в нашей студии этот самый кадетский вальс мы увидим. Пожалуйста. Вальс, наша честь и порука, дайте ж, сударыня, руку. Вас приглашает на вальс, кавалет, будущий офицер. Кремлевский бал, как он проходил, каковы ваши впечатления. Все, хотим знать всю свежую информацию. Международный Кремлевский кадетский бал проходил в Москве 12 декабря. Он, конечно, такое мероприятие торжественное по своей грандиозности. Мы еще подобных не видели. Наши воспитанники выступили потрясающе и получили хорошие отзывы от организаторов бала. Это мероприятие проходит при поддержке Министерства обороны Российской Федерации. Проходит оно уже во второй раз. В этом году в мероприятии принимали участие полторы тысячи человек. И этот балл вошел в Книгу рекордов России, поскольку на паркете одновременно находилось 660 пар. Потрясающе. Слушайте, давайте тогда мы к ребятам обратимся. Какие впечатления, что нужно было сделать для того, чтобы на этот балл попасть, а не для того, чтобы захотеть? Ну, помимо этого, надо было очень усердно заниматься. Весь наш ансамбль занимается на протяжении уже четырех лет. Ну, а непосредственно перед баллом вы вообще не выходили со своего тренировочного паркета? Подождите секунду, я немножечко вас прерву, чтобы зритель слышал звук говорящего. Я передам ему микрофон. Пожалуйста. Сколько пришлось готовиться вот прям непосредственно перед поездкой на балл? Мы готовили в течение двух недель, получается. В чем заключалась подготовка? Нам прислали танцы-заготовки, и мы их выучили. А, вот как это делается. То есть у всех есть готовый какой-то кусочек, записанный в видео, и все танцуют одинаково, потому что это видео. Ну, конечно. На самом деле в программу балла входило 16 танцев, которые должны были знать участники. Понятно, что за две недели подготовить 16 танцев нереально, если не иметь определенную специальную подготовку. Поэтому нашим воспитанникам нужно было только повторить движение, постараться выучить, понять основу танца, основную идею танца, которая присутствует в том или ином танце. Вот, в принципе, такая большая работа была проделана. То, что две недели они готовились к этому баллу, не означает, что они не трудились в течение нескольких лет. Но вы, я так понимаю, все равно перед выходом, даже если это все отработано по 150 тысяч раз, перед выходом на такое мероприятие, все равно какое-то волнение присутствует? Да, безусловно, волновались и репетировали вот прямо перед баллом уже. А как справляетесь? Ну, просто это уже на опыте как-то спокойно. Когда начинаешь танцевать, да, все нервы уходят. И на автомате получается все. Слушайте, у меня вопрос, касающийся женской части коллектива. Бал кадетский, кадеты мужчины. А девушки, ну, понятно, откуда они берутся в ансамбле, они договариваются о костюмах, о том, как они должны выглядеть. Конечно. Какой-то дресс-код существует для них строгий. Бала – это, во-первых, парадный мундир для молодых людей. И бальное платье для девушек. Бальное платье обязательно, оно длинное, торжественное в пол. И это дресс-код любого бала. Ну, а по цвету, либо все равно же существует у бального даже платья довольно много модификаций. И вся эта разношерстная толпа в полторы тысячи человек будет выглядеть очень так цветной или нет? Или все были одинаково? Нет, все были достаточно разных танцев, но при этом... Ну, достаточно в разных платьях, но при этом все платья были выполнены в постельных тонах. Все спокойно и торжественно. Слушайте, ну мы знаем, что у вас в планах еще один бал в кадетске. Рассказывайте, что и где это будет. Центр дополнительного образования «Честь и слава Краснояре» является организатором многих мероприятий, в том числе краевых межкодетских мероприятий. И каждый год мы организуем кадетский бал воспитанников и воспитанниц кадетской системы Красноярского края. И бал — это то мероприятие, куда съезжаются кадеты и гимназистки из наших учреждений, где они могут показать себя и могут показать то, чему научились за год, поскольку дисциплина основы хореографии является обязательной в программе обучения кадет и гимназисток. Так вот, кадетский бал — это торжественное мероприятие, на котором каждый может представить себя и побывать вот в роли девушки, в роли принцесс, так скажем, да, мужчины в роли кавалеров, которые одеваются красиво, нарядно, торжественно, и при этом еще исполняют несколько танцев. Традиционное восприятие, понимаешь, у нас вот все эти истории. У меня есть вопрос к ребятам все равно. Мне доводилось танцевать вальс давно, еще в студенческие годы. Это физически сложно, спина устает. Как вы потом боретесь с этими ощущениями? Как вы тренируетесь перед тем, как вальсировать? Физически? Ну, на самом деле, когда ты постоянно занимаешься, вот этой усталости уже практически никогда нет. Ты осанку свою выравниваешь и привыкаешь постоянно быть напряженным. Ну, я-то человек горбатый, мне непонятно. Выправка у людей, в отличие от некоторых. Слушайте, ну а есть у вас пары как-то сформированы заранее, либо когда проходят гимназистки, да, появляются, как мы привыкли из кино, наблюдать? Есть у вас возможность выбрать себе пару? Ну, на самом деле, пара нам определяет хореограф, потому что видит, кому с кем удобнее, да, и кто-то по росту подходит. И вот так занимаемся, ну, балу готовимся. Но, тем не менее, на протяжении бала есть возможность меняться партнерами, чтобы познакомиться с большим числом новых знакомых, чтобы у тебя появились друзья. В общем, это очень интересно. А по бальному этикету разрешается разговаривать во время танца? Расскажите. Да, разрешается. Во время танца можно вести легкую, непринужденную беседу, как раз таки, чтобы лучше узнать твоего партнера. Слушайте, ну а вот в Кремле вы это делали или там, собственно, не до того было? Да, делали. Мы познакомились с очень многим числом новых ребят. Ребята из Хабаровска, из Москвы. Что называется, познакомились, как гласит старое избитое выражение, в ритме вальса. Спасибо вам большое. У нас в гостях коллектив «Честь и слава» Краснояре, а также методис Центра дополнительного образования, который также называется «Честь и слава» Краснояре. Мария, хорошая, спасибо вам огромное. Чего желаю на балу? Ну вот артистам желают «Аншлага», а вам чего пожелать? Пожелайте нам успехов. Это всегда желаю вам успеха, красивых платьев, выправки, браво, только красивых танцев и новых знакомств в этих самых танцах. Огромное спасибо. Очень было приятно присутствовать сегодня у вас. Вам тоже успехов. Приходите к нам на бал 2 февраля. Спасибо вам огромное. 2 февраля. Все на бал, все на бал. Мы вернемся сразу после блока полезной информации и продолжим наш эфир.